Время новостей на канале Хабар 24. В студии Иван Тулинов. Добрый день. Вопросы пенсионного обеспечения обсудили президент с министром труда. Тамара Дюсенова также рассказала о формировании новой социальной политики. Она будет направлена на повышение уровня благополучия казахстанских семей, сообщила министр о планах ведомства по развитию миграционной политики с учетом геополитической обстановки. Кроме того, в стране введут цифровую карту семьи и усовершенствуют портал социальных услуг, а также информационную систему социального казначейства. Президент поручил повысить эффективность программы занятости для молодых людей. Главным концептом социального кодекса является развитие и укрепление казахстанской семьи. В этой связи сейчас мы приступили к разработке, внесению изменений и дополнений 80 законов и кодексов страны. Они будут направлены в первую очередь на формирование цифровой карты казахстанской семьи. Это будет система упреждения от наступления социальных рисков. Второе, это будет направлено на обеспечение занятости. Это будет новая политика занятости. Особенно это будет касаться молодежи. Агентство по финмониторингу расследует хищения в сфере образования в Жамбулской области. 171 миллион тенге в рамках проекта «ЖАС Маман» выделили на модернизацию колледжей и вузов. Бюджетные деньги должны были пойти на подготовку специалистов по ста наиболее востребованным профессиям, а также на внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов. В рамках уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация разглашению не подлежит. В Казахстане растет количество мошенничеств, когда преступники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов. Как правило, лжеполицейские убеждают жителей, что на них якобы оформляют кредит под залог недвижимого имущества. Об этом сообщили на брифинге МВД. Мошенники изобретают новые схемы обмана, но самым распространенным способом остается онлайн-торговля. Это получение предоплаты, либо полной оплаты за товар или услугу по интернет-объявлениям, хищение денег со счетов пластиковых карт, а также вложение денег в различные проекты, инвестиции и ставки. С начала года более 9 тысяч казахстанцев попались на уловки интернет-мошенников. Отдельно хочу остановиться на способах привлечения граждан для участия в мошеннических схемах. В мессенджерах и социальных сетях активно размещаются объявления о легких заработках. Предлагаются открыть на свое имя карту, абонентский номер, в том числе привлечь к таким действиям других людей. В некоторых случаях просят установить на телефон банкинг, либо передать карты другим лицам. В последующем указаны карты, абонентские номера используются мошенниками для вывода денег. За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 454 человек. Больше всего инфицированных в Алматы, следом идет Нур-Султан, замыкает тройку лидеров по числу заболевших COVID-19, Алматинская область. 24 человека заболели коронавирусом за сутки. В Алматинской области больше всего 16 инфицированных выявлено в Карасайском районе. За ним идут Алгарский, Ильийский и Балхашский районы. По данным областной санитарно-эпидемиологической службы, почти треть заболевших – дети. Вместе с тем в области ЖТСУ за последние две недели коронавирусом заболели 56 человек. 40% заболевших – это те люди, которые не получили вакцину, либо получили два курса и не прошли ревакцинацию. В целом в двух областях у нас задействовано 366 пунктов вакцинации и 67 передвижных пунктов вакцинации. Помимо этого, 418 тысяч жителей двух областей прошли три курса ревакцинации и 19 тысяч человек прошли четыре курса ревакцинации. В китайском Макао закрыли все казино в связи с введением недельного локдауна. Акции операторов игорного бизнеса отреагировали на это падение. В течение семи дней в городе не будут работать промышленные и коммерческие объекты. Жителям рекомендуют оставаться дома. Выходить на улицу можно только за продуктами и в экстренных случаях. При выходе граждане должны быть в масках. В Макао, как и во всем Китае, придерживаются так называемой политики нулевой терпимости к коронавирусу. В Турции в пять раз за последние две недели выросло число заболевших коронавирусом. В среднем прирост увеличился на 114%. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа выступил с рекомендацией вакцинироваться гражданам старше 50 лет. Напомню, за последнее время в мире растет число инфицированных COVID-19. Согласно данным ВОЗ, быстрому распространению вируса способствуют более заразные подвиды омикрона BA.4 и BA.5. Россия приостановила поставки газа в Европу. Главный маршрут – трубопровод «Северный поток», по которому сырье отправляется в Германию, закрыли для проведения технических работ. Они продлятся 10 дней. На участники европейского рынка опасаются, что возникнет дефицит топлива. В ЕС планируют принять антикризисный план на случай чрезвычайной ситуации. Отмечу, ежегодно «Газпром» поставлял в Европу до 500 миллионов кубометров газа в сутки. Но в мае поставки упали вдвое – с июля. Экспорт снизился до 140 миллионов, а в ближайшие пару недель «Газпром» сможет поставлять только 75 миллионов. 22 миллиона тонн зерна заблокировано в Украине. Практически весь экспорт по морю приостановлен из-за блокады черноморских портов. Местные фермеры рискуют понести убытки, поскольку хранилища полны прошлогодними запасами. Если раньше тонна пшеницы стоила 270 долларов, то теперь ее сложно продать из-за цену вдвое меньше, говорят аграрии. Треть экспорта проходит через порты на юго-западе страны. Пшеницу отгружают через 12 пограничных переходов с европейскими странами. Но грузовики вынуждены стоять в очереди по несколько дней. Возникшая ситуация может привести к перебоям в снабжении с продовольствием, поскольку Украина – один из главных поставщиков зерна в мире. Гигантским секвоем угрожают лесные пожары. Возгорание произошло в Национальном парке Йосемити, Американской Калифорнии. Огонь уничтожил 600 гектаров леса. Некоторым деревьям больше трех тысяч лет. На борьбу с огнем отправились десятки пожарных бригад, эвакуированы сотни жителей. Информация о пострадавших не поступала, причина возгорания расследуется. Отмечу, Йосемитский национальный парк является одним из главных туристических направлений в Калифорнии. Там растут больше 500 самых больших секвой в мире. На западе Казахстана синоптики прогнозируют сильную жару. Столбики термометров поднимутся выше 40 градусов. Жарко будет и в Кустанайской области. Грозы пройдут в Акмолинском, Павладарском регионах, а также в области ЖТСУ. О возможных осадках в виде града метеорологи предупреждают жителей североказахстанского и жамбылского регионов. Стай саранчи в одном из зерносеющих районов Актюбинской области сняли на видео местные жители. Однако в областной терринспекции информацию о нашествии вредителей опровергли. По словам специалистов, такая картина наблюдается ежегодно, и это естественный для округа процесс. С насекомыми борются при помощи специальных препаратов. Химобработку ведут на территории 200 тысяч гектаров. Задействована спецтехника, опрыскиватели, газоаэрозольные генераторы и сверхлегкая авиация. Очаги саранчевых зафиксированы в Шалкарском и Иргийском районах. Никакой опасности для полей сегодня нет. Ситуация находится под контролем. Борьба ведется с итальянской и азиатской саранчевой. В Шалкарском и Иргийском районах работы почти завершены. В Айтекибийском планируем закончить до конца месяца. Всего химической обработке будут подвержены 320 тысяч гектаров. У жителей домов, построенных по госпрограмме в поселке Актогай Карагандинской области, нет документов на жилье. Хотя квадратные метры, выданные Акиматом в аренду с правом выкупа, уже требуют ремонта. Стены трескаются, а полы проваливаются, жалуются жители. Наш корреспондент Юлана Чаус выясняла, куда исчезли важные бумаги. Этому дому всего 10 лет. Его построили по государственной программе. Но уже сейчас стены трескаются, полы гниют. А начинать ремонтировать жители опасаются. На дом нет документов. Жилье на нас не числится. Мы опасаемся, что если начнется ремонт, то потом вдруг нас отсюда переселят. Получится, деньги зря потратили. Восемь домов в райцентре Актогай построили для переселенцев из отдаленных, неперспективных сел. Жилье предоставлялось в аренду, но при исправных платежах через пять лет обещали разрешить приватизацию. Сколько лет прошло с 2012 года, а мы до сих пор не получили документ. Мы боимся, что дома упадут раньше документа. Их построили на болоте. Стены разваливаются. В районном Акимате объясняют, часть бумаг на дома потеряли в 2015 году, когда все переводили в электронный формат. Кроме того, оказалось, что на двухквартирный дом оформлен один земельный участок и один технический паспорт. А сейчас требования изменились. Самое сложное, что у нас нет актов приемки, а без них документы в ЦОН не принимают. Министерство юстиции не может зарегистрироваться без него. Сегодня есть такое требование. В связи с этим сейчас мы через суд пытаемся решить вопрос. Мы получили специальную справку из архива. После оформления тех документов и актов приемки, документы этого дома будут полностью приведены в порядок. Но, кажется, эти сложности ничему в Актагае не научили. Строительство еще двух домов для нуждающихся очередников должны были завершить еще 4 года назад. На это выделили 30 миллионов тенге. Но недостроенные здания уже разрушаются. А Акимат ведет затяжные суды с подрядчиком. На плохие дороги жалуются жители сразу нескольких сел в Акмолинской области. По их словам, проблема не решается больше двух десятков лет. Обращения населения к местным властям не дают результата. Аслана Буталипов продолжит тему. Это единственная дорога, ведущая из нескольких сел в районные и областные центры. Поэтому жители вынуждены передвигаться по ней ежедневно. Несмотря на многочисленные ямы и ухабы. После дождя же здесь не то чтобы проехать, но и пройти невозможно. Чтобы проехать по этой дороге до трассы водители объезжают множество ям и выбоин. Тяжело сельчанам приходится весной и в дождливую погоду. Ездить невозможно. Каждый день по этим дорогам ездим. Чтобы в город выехать, мы там минут 40 теряем за эти 5 километров. Еле не проедешь здесь. Зимой мы сами вот частники наши открывают. У кого есть трактора. Грузовые машины возят воду со скважины в город. Вот они и разрушили эту дорогу. Пока они начали ездить в больших грузах, здесь асфальт был. А сейчас от него и следа не осталось. Сейчас еще и КамАЗы начали щебень возить по этой дороге. Они еще хуже сделали. Сельчане возмущены. Из-за разбитых дорог часто ломаются машины. Поездки в райцентры и город обходятся дорого. Авторемонт часто влетает в копеечку. Такая разбитая дорога у нас уже много лет. Постоянно из-за этого ломаются наши машины. Остаемся на дороге. Мы не раз писали письма в район Акимат. Но никакого результата как не было, так и нет. В районном Акимате заявили, что они пытаются поддерживать дорогу в пригодном состоянии. Ежегодно делают отсыпку и грегирование. Уже готовим документы по разработке сметы и проведем текущий ремонт. То есть будем прокладывать асфальт в сторону Троицка. Ну это, знаете, не быстрый процесс. Но где-то со следующего года какие-то виды работ мы начнем в этом направлении проводить. А на сегодняшний день мы только занимаемся подготовкой документов. Когда именно начнут ремонт на гастрадальной дороге, чиновники не уточнили, ссылаясь на то, что бюджетная заявка еще не утверждена. Жителям же сел остается только ждать, продолжая ездить по аварийной дороге. Аслана Буталибов, Виктор Полянный, Акмолинская область, Хабар-24. Полтонны клубники на 20 сотках собрали сельские труженики в Павлодарской области. Переселенцы с юга, молодожены Нуркужа и Аида из села Моралды, Щербактинского района третий год выращивают ягоды. И вот результат. Скоро пойдет второй урожай клубники. Ербул Абишев побывал на клубничной плантации. Клубничная плантация в 60 километрах от Павлодара, пожалуй, самая крупная в этих местах. До сели ягодами могли лакомиться здесь только некоторые огородники. Поэтому растить клубнику всерьез никто никогда не брался. Нуркужа и Аида, можно сказать, пионеры в этом нелегком деле. Выращивать клубнику в таких объемах на севере страны большая редкость. Хотя местная почва достаточно плодородна для этой вкусной сельхозкультуры. Занимаются и в основном дачники, да и пару-тройка крестьянских хозяйств. Поэтому местную продукцию буквально разбирают на городских рынках. Она дешевле завозной, да и спрос на клубнику всегда высокий. В этом году здесь собрали больше полтонны продукции. В августе приступят к сбору второго урожая. Ягоды уже спеют. Идею трудолюбивого нуркуажи поддержала супруга и помогает ему во всем. Этими хрупкими руками девушка собрала сотни килограммов клубники. По 10-12 ведер в день собирали. Клубники много было. Сейчас не так много. Только недавно отсвела. Вот только пошли первые ягоды. Мелковатые пока еще. Ретабельность продукции показала сразу. Средняя цена за килограмм от 800 до 1200 тенге. Труд, конечно, нелегкий, но дело этого стоит, говорит глава семьи с раннего утра. Но урожая Умаров уже в огороде. Работа тяжелая, но радует, что уродилась клубника неплохо. Люди говорят, у вас вкусные ягоды и приходят обратно. В сбыте продукции проблем нет. Не застаиваются ягоды. Большую часть в город везем на продажу. Для местных жителей клубника почти диковинка. Здесь в основном привыкли растить скот, да и огороды. Садят немногие. В семействе Умаровых, переселенцев из Туркестанской области, знают толк в овощеводстве. Сами выращивают картофель, томаты, огурцы. Вот и с клубникой дело пошло. Эту семью можно приводить в пример. Настолько они трудолюбивы. С тех пор, как сюда переехали, все трудятся. В первый год получили льготный кредит. Укупили скот. Вырастили, продали. И вот вложились в овощеводство. Все у них получается, потому что не ленятся ни дня. Овощи и ягоды продают. И на этом живут. За пять лет в этих местах крепко обосновались 27 семей с юга республики. Переселенцы привезли с собой технологию капельного рожения. Местные жители переняли их опыт. И теперь в селе Моралды многие занимаются разведением огородов. Продажи овощей на рынках приносят хоть какой-то доход. Другой работы в селе нет. Мирбулобиш, Самат Аспанов, Женщин Мирбулот из Палдорской области. Хабар, 24. 60 бухарских оленей выпустили на территории Илеболхашского резервата. По мнению специалистов, животные постепенно будут привыкать к своей естественной средеобитания. Для отслеживания перемещений краснокнижных установлены шесть фотоловушек. На трех из них надеты специальные ошейники с датчиками GPS. Это четвертый выпуск исчезающего вида в дикую природу. Первые пять животных оказались на воле три года назад. Позже к рогатым сородичам присоединили еще 80 особей. Бухарский олень был широко распространен на территории Балхашского района. Однако в начале прошлого столетия данный вид исчез. На сегодняшний день мировая популяция составляет 3,5 тысячи особей. Отмечу, что возвращение бухарского оленя в дикую природу – это один из этапов программы по восстановлению Балхашского тигра. К этой минуте все. Оставайтесь с телеканалом Хабар 24. Будьте в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин